Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Награды за особый талант, талант материнства в Брестском городском исполнительном комитете и районных администрациях прошли чествование многодетных матерей и вручение орденам матери. Мир всегда выглядит чуточку светлее, если мы делаем что-то во благо других. Сюжет наших корреспондентов о том, как предприятия Бреста помогают детским садам благоустраиваться. Год трудоемкой работы и средства передвижения в гараже. Или как Брестский конструктор Артем Катаев электровеломобиль собрал. Материал корреспондентов БУК-ТВ. Об этих событиях и не только о них мы расскажем прямо сейчас в программе «Итоги недели». Среди большого количества талантов есть особый – талант материнства. Его не отнять у тех, кто ценой собственного здоровья, времени и сил одаривает вниманием и любовью своих детей, ничего не требуя взамен. Только мамы могут не спать ночами, переживая за свое чадо. Только их забота никогда не бывает лишней. С особым уважением в нашей стране относятся к многодетным мамам, потому что на их плечах нелегкий груз ответственности, воспитание сразу нескольких, пятерых и более детей. Именно таким матерям, брещанкам на этой неделе были вручены ордена матери. Людмила Логодич продолжит тему. Глядя со стороны, сложно поверить, что эта красивая цветущая женщина – мать пятерых детей. В семье Елены Михнюк три мальчика и две девочки. И это совсем не случайность. Я сама из многодетной семьи. Вопрос о том, что буду ли я многодетной, не стояла никогда. Да, я это всегда знала, всегда хотела, знала, что справлюсь. Ответственность, конечно, огромная. В общем, но мне не сложно. Не сложно, но при одном условии, если есть такое призвание – материнство. И оно есть у всех, кто пришел в этот день на важную встречу. Красивые, ухоженные, спортивные, активные, приятные собеседницы. Кто-то скажет – обычные, современные женщины. Такие есть, только счастливее в пять раз. Ведь именно столько детей у любой из них. Накануне, внимательно изучив информацию о каждой семье, их пригласили в Брестский горисполком по торжественному поводу. Именно эти женщин сочли достойными высокой награды – Ордена Матери. У нас есть такая традиция – вручать Ордена Матери на уровне администрации района, на уровне города. Попали в этот указ крещенок четыре семьи. В тёплой и дружеской атмосфере шел разговор о каждой семье, увлечениях, интересах детей и самих женщин. Затем перешли к самой ответственной части – награждению. К Ордену прилагается денежная премия, цветы, полезные в хозяйстве подарки и сладости. Награждение Ордена Матери. Спасибо большое. Это будет очень приятно, что у меня сегодня. Родить и, главное, достойно воспитать пять и более детей – вот условия представления к Ордену Матери. Всего в этом году такой чести удостоились 15 брещанок. И для каждой эта награда станет семейной реликвией. Сегодняшняя встреча, конечно, не забудется. Очень волнительно, трогательно. Спасибо и Александру Степановичу, и Николаю Васильевичу, и всей команде, и нашему президенту Александру Григорьевичу, что посчитали нас достойными этой награды. Очень приятно. Труд матери большой, эмоциональных затрат очень много. Ну, я не одна, я с супругом. Вместе мы все преодолеем и справимся, и постараемся воспитать наших деток достойными членами нашего общества. Награда сегодняшняя – это, наверное, душевно, просто вот за труды, за все, что мы вместе, дружно, сплоченно идем. У каждой семьи свои радости и трудности, но эти женщины знают один универсальный секрет воспитания, который, как воздух, необходим всем детям – это любовь. Дети должны рождаться в гармонии, любви, вот и все, тогда все получится. И вот то, что другие называют обязанностями, например, я лично называю это взаимоподдержкой и взаимопомощью. И вот когда это есть, и это отточено, тогда все получается. Не жалели цветов и комплиментов, слов благодарности и признательности для матерей Московского района нашего города. На настоящий момент здесь проживают 3334 семьи, в которых 5 и более детей. Из них ордена матери удостойны 334 женщины. И в этом году это число увеличилось еще на 10. Мама – это самое дорогое, близко все, что у нас есть. И когда же сам становишься родителем, понимаешь, сколько нужно вложить своих детей для достойного воспитания. И хочется выразить им большое спасибо за их такой особенный труд. Это постоянная работа, это действие на саморазвитие, это движение. Дети никогда не дают скучать, дети никогда не дают сидеть сложа руки. Но это огромное развитие каждый день, каждую минутку. Но это счастье однозначно. Материнское сердце счастливо только тогда, когда дети растут достойными людьми. Наверное, поэтому орден матери – награда, которую носят на левой стороне груди, над сердцем и над всеми другими наградами. Конечно, это гордость за свою страну, потому что только в нашей стране дают этот орден. Поэтому гордость и за себя, в первую очередь, и за страну, и за мамочек. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич – специально для программы «Итоги недели». В эфире программа «Итоги недели» мы продолжаем. В эти дни подготовка к новому учебному году завершилась. Проверки пройдены, сертификаты готовности выданы. Принимать мальчишек и девчонок готовы не только школы, гимназии, лицеи, но и детские сады. Уже 1 сентября сюда придут малыши. Требования к дошкольному образовательному учреждению высокие, но в Ленинском районе Бреста их удается соблюдать. Секрет прост. Все лето педагоги вместе со строителями и родителями проводят ремонты на базе детских садов. А помогают им в этом нелегком деле предприятия-шефы. Они выделяют необходимые денежные средства, строительные материалы или закупают оборудование. В общем, все то, без чего детский сад обойтись не может. Мы решили отправиться в несколько учреждений дошкольного образования, чтобы узнать, как они преобразились к новому учебному году и насколько продуктивно шефство. Обычно в летний период в детских садах города звуки звонкого смеха сменяют звуки ремонта. Малыши отправляются на каникулы, а педагоги, строители и родители организовывают масштабные работы по подготовке учреждений образования к 1 сентября. Правда, в этом году в детском саду номер 75 привычные изменения так и не произошли. А потому сложность миссии основательно подготовиться к новому учебному году выросла в разы. Нам приходилось как-то подготовить наши помещения, нашу территорию к учебному году, работая вместе с детками. Поэтому в этом году наша подготовка к учебному году в основном легла больше по благоустройству нашей территории. Мы отремонтировали фасады веранд, покрасили полы, то есть обеспечили полностью территорию для дальнейшего пребывания наших детей. А так как в это время, в наше такое сложное время, необходимо пребывать больше на свежем воздухе, поэтому мы создали все наши необходимые условия. В создании благоприятных условий на прилегающей к детскому саду территории помогали шефы, специалисты коммунального унитарного производственного предприятия «Брестское котельное хозяйство». Патронируют образовательные учреждения они уже более шести лет, и эти отношения не носят единовременный характер, а подразумевают собой тесное и продуктивное сотрудничество, и результат такого взаимодействия налицо. Мы откликаемся на просьбы руководства, мы по мере возможности оказываем посильную помощь в ремонте здания, фасада, помещения, благоустройстве территории, проведении каких-то других работ. В текущем году мы приобрели для деток, которые здесь воспитываются, детский игровой комплекс, беседки, горки. Я думаю, что им будет очень интересно проводить время в летний период, а не только. Стоит отметить, что не только снаружи благоустроен детский сад номер 75. Внутри он тоже чист, красив и аккуратен. Во многих группах был проведен косметический ремонт, который специалисты детского сада вместе со строителями выполняли в нерабочее время, чтобы соблюсти все санитарные нормы и правила. Но все эти временные неудобства не главное, говорят педагоги, если дети счастливы. Что вы видите, это вся благоприятная обстановка создается руками непосредственно наших специалистов, наших родителей. Конечно, большую помощь оказывают наши и шефы. Грамотно подобранная комплектация учреждений образования – это есть гарант, большой гарант готовности к учебному процессу. Наши дети с удовольствием приходят в детский сад, с удовольствием здесь обучаются. И каждый год, каждый год мы созерцаем их улыбки. Ради детской улыбки намного и готовы и спонсоры «Ясли сады номер 10». В числе шефов строительная организация «Строй Яком Сервис». Именно их силами в прошлом году была отремонтирована веранда для детей с особенностями развития, чтобы родители могли там оставлять коляски. В этом году помогали строительными материалами. Да и в целом, на протяжении всего учебного года руководство строительной организации держит связь с детским садом и старается выполнить все их просьбы. Причина такого альтруизма кроется вот в чем. У кого-то есть дети, у кого-то будут дети. И вот хочется, чтобы ведь наши дети тоже ходили в садик. И кто-то помогал тем садикам, где были наши дети. Хочется помочь здесь. И плюс ко всему здесь, вот именно в этом садике, это, наверное, первый, а может даже единственный садик в Ленинском районе, где созданы группы для деток с отклонениями. Нас приглашают часто, когда здесь мероприятия, к дню матери, к Рождеству. Вот эти детки, они ставят какие-то представления, мероприятия, это без слез, поверьте, смотреть невозможно. Это очень... Ну вот это один из посылов, который, наверное, нас двигает, к тому, чтобы помогать этим деткам, этому садику. Помогать воспитанникам и делать сад номер 10 только лучше, серьезно настроена и новая заведующая учреждением образования Лилия Стопук. И подготовка к 1 сентября доказала, что руководитель не только словом, но и делом подтверждает свои намерения. Работа была проделана колоссальная, очень большая. Мы сделали в четырех групповых помещениях ремонт, в двух помещениях сделали ремонт в раздевалках, сделали полностью ремонт в кабинете методиста и в кабинете психолога. Приобрели новую мебель, старались как могли. Конечно, это все было бы не без участия наших родителей и спонсоров. Родители у нас, конечно, замечательные люди, никто не остался равнодушным. Но большое и отдельное спасибо хочется сказать именно спонсорам нашим. Только с помощью таких неравнодушных сотрудников, заботливых шефов и активных родителей можно говорить о том, что создать комфортные условия для малышей вполне реально. Лето подходит к своему логическому завершению. На финишную прямую выходит и подготовка к учебному году в семьях. Внести в список все необходимое еще только полдела. Самое главное – найти в семейном бюджете средства. Если в семье не один школьник, а три или больше, то все хлопоты и затраты растут в геометрической прогрессии. Но в этот ответственный период многодетные семьи не остаются один на один со своими проблемами. В Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского гурсполкома уже сейчас можно и нужно получить финансовую помощь. Главное – успеть до 31 августа. Куда обращаться и какие документы потребуются, расскажет Людмила Логодич. Чуть больше недели осталось до начала учебного года. Начался обратный отсчет. Кому-то сложно будет войти в учебный процесс, а другие, как шестиклассник Кирилл Астапчук, уже соскучились по друзьям, сотоварищам и с нетерпением ждут окончания каникул. В этом году я перехожу в шестой класс, школу номер 23. Я по ней немного соскучился уже за лето. Без нее как-то неинтересно. В основном мне нравятся физкультура и математика. В семье Астапчук всего трое детей. Один пойдет в детский сад, а вот старшие сыновья – школьники. Расходов на мальчишек немало. Поэтому родителям материальная помощь, которая положена многодетным семьям на покупки к учебному году, пришлась кстати. Она, конечно, совсем не лишняя. Как говорят, денег много не бывает. Конечно же, костюм, форму не получается купить. Но канцелярия в полном объеме. Мы купили хорошую канцелярию для деток, самую лучшую. Ну и стоит отметить, что в этом году все-таки в два раза больше эта помощь материальная составила, чем в прошлом году. Что очень радует. Надеемся и на дальнейший прогресс, такой геометрический. Это было бы очень хорошо. Материальную помощь можно получить, обратившись до 31 августа в Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Желающим стоит поторопиться, ведь остается не так много времени. Ежегодно наше управление выплачивает единовременную материальную помощь к новому учебному году. Это как предусмотрено под программой «Семья и детство», программой «Демографическая безопасность и здоровье народа». На сегодняшний день у нас уже 60% семей, а это более 3000 заявлений, 3200 уже принято. И 2860 семей у нас уже получили эту помощь. В нашей семье четверо детей. Старшая дочь учится в колледже музыкальном. А в этом году у нас трое школьников. Вот первоклассников в том числе. Здесь получали помощь, подавали документы, точнее, для того, чтобы ее получить. И в этом году прям очень сильно порадовало обслуживание специалистами данного учреждения. Качественно, доброжелательно, все пояснили, разъяснили. Для получения помощи необходимо написать заявление. К нему прилагается документ, удостоверяющий личность, справка о месте жительства и составе семьи. Оригинал и копия удостоверения многодетной семье, а также счет Беларусьбанки, на который будут перечислены деньги. В этом году на каждого школьника помощь составит 70 белорусских рублей. Людмила Логодич и Андрей Щерб, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о том, что волнует, о том, что происходит, о том, что актуально для каждого. Еще не так давно компьютер, мобильный телефон, тем более оснащенный видеосвязью, говорящие кассы и роботы на промышленных производствах были чем-то за гранью нашего понимания, частью сюжетов, фантастических рассказов и фильмов. Сегодня в старом и новом свете уже разрабатывают закон о регулировании искусственного интеллекта. У нас проблема пока не стоит так остро. А вот многочисленные роботы настолько прочно вошли во все сферы нашего труда и повседневной жизни, что многие опасаются, как бы умные машины, призванные облегчить жизнь человека, не оставили нас без работы. Как обстоят сегодня дела на Брестском рынке труда? Действительно ли развитие автоматизированных систем и электроники ощутимо повлияло на предложение вакансий, разбиралась Людмила Логодич. Новое время требует применения новых технологий. И сегодня никого не удивляет, что умные машины широко применяются на производстве, отвечают в колл-центрах, выполняют экспресс-фото и принимают выручку. Ходит множество страшилок о том, как роботы вытесняют людей с рынка труда. Еще один повод – появление в крупных торговых сетях Беларуси автоматов, которые позволяют рассчитаться за покупки самостоятельно. Принцип работы этой умной машины настолько прост, что рассчитаться за покупку сможет даже ребенок. Ставим товар на первую контрольную платформу, затем сканируем его. Положите товар на платформу 3. И кладем товар на платформу 3, а затем рассчитываемся. Продвинутые покупатели быстро разобрались в их использовании. И теперь при наличии очереди в кассу спешат к терминалам. Если очередь будет стоять с людьми, обязательно воспользуемся этой услугой. Не хотелось бы, чтобы люди были за бортом, но все идет к этому. Обосновано ли это опасение? Если все так, как предполагают люди, уже сейчас должен наблюдаться дефицит вакансий. За комментарием мы обратились к руководству торговой сети Евроторг. Касса самообслуживания уже работает во многих магазинах Еврооп по всей Беларуси, в том числе и в Брестском регионе. Это прежде всего направлено на создание более удобных условий для покупателей и дополнительных возможностей. И ни в коем случае не говорит о возможном сокращении рабочих мест. Напротив, Европа стремительно развивается, и мы приглашаем на работу новых сотрудников. В частности, в Бресте и в Брестском регионе на работу приглашаются электромонтер, охрана пожарной сигнализации, контролер-кассир, повар, продавец, грузчик, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений и многие другие. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте еврооп.бай в разделе «Вакансии». А вот еще один крупный брестский работодатель – предприятие «Банше». Вы видите, как автоматизированная система завершает выгрузку компоста – питательной среды для выращивания грибов. От загрузки компоста до момента появления первого урожая проходит в среднем 16 дней. Вот с этого момента как раз и начинается самая важная и ответственная работа грибовода. Этот труд требует специальной квалификации и по-своему уникален. А потому по-прежнему здесь востребовано и высоко ценятся незаменимые человеческие руки. В процессе задействовано более 600 сотрудников, которыми производится порядка 10 тысяч тонн продукции в год, как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Новых работников готовы не только обучить с нуля, но также предложить заработную плату без верхнего потолка. И на то есть веские причины. «Для того, чтобы получилась качественная и хорошая продукция, гриб надо, естественно, растить с любовью. Поэтому девочки относятся все творчески к своей работе. У нас есть учитель, который учит девочек неделю-две недели, потому что работа требует определенных навыков. Мы очень рады, конечно, видеть новых сотрудников, приложим все усилия, чтобы научить их хорошо работать». Но, возможно, высокая востребованность рабочей силы наблюдается лишь в частных случаях. А в целом рынок труда в Бресте испытывает недостаток рабочих мест. Об этом знают в Управлении по труду и социальной защите Брестского горисполкома. Ситуация на рынке труда в этом году такова, что очень востребованы специалисты разных отраслей. Мы сталкиваемся с тем, что не хватает рабочей силы. У нас вакансий намного больше, чем безработных, которые желают найти работу. С начала года у нас в службе занятости зарегистрировалось около 3,5 тысяч безработных. Из них признаны безработными, получили статус безработного – полторы тысячи. Эта цифра разная, потому что среди обращающихся к нам граждан могут быть и студенты, и пенсионеры. Те люди, которые в принципе по статусу безработными не являются, но желают найти какую-то подработку или временное место работы. При содействии Управления в текущем году трудоустроено 2700 граждан. Поэтому, в принципе, эти цифры говорят о том, что кто хочет работать, обращается к нам, работу находит. Что ж, оказывается, причин для беспокойства нет. Всех желающих трудоустроиться ждут в Управлении по труду занятости и социальной защите. И на многих предприятиях города. А восстание машин пока так и останется на странице фантастики. Да, машины, роботы постепенно заменяют труд человека. Но только в том случае, где это нужно и без них не обойтись. Но человеческий потенциал не может заменить ни одна умная машина. Ведь ее-то создал тоже человек. Вот о таком талантливом брещанине пойдет речь в следующем сюжете. Мечта многих современных водителей – бюджетное и экономичное транспортное средство, которое позволяет не простаивать часами в пробках. И для них есть хорошая новость. Такое чудо техники уже изобрели. Это электровеломобиль, который прекрасно сочетает в себе экономичность велосипеда с комфортабельностью машины. При этом электродвигатель позволяет водителю время от времени отдохнуть и не крутить педали вообще. Преимуществ масса. Их все успел испытать на себе брещанин Артем Катаев, который целый год трудился для того, чтобы собственными руками создать это удобное, экологичное и безопасное транспортное средство. О конструкторе и его увлечении, а также о необычном агрегате мы расскажем в следующем сюжете. Удобно, экологично и безопасно. Нет, речь пойдет не о велосипеде, как многие могли подумать, а об электровеломобиле. Именно такое чудо техники самостоятельно собрал брещанин Артем Катаев. Внешний вид агрегата напоминает маленькую машину, но его основа трехколесный велосипед. Такие вот веломобили делают в Америке. Фирма называется Organic Transit. Я взял за основу такую кабину и хотел сделать такую кабину, чтобы потом установить на эту ходовую, которую купил у своего знакомого. И в итоге, когда я эту кабину сделал, оказалось, что та ходовая не подходит. И пришлось мне сделать с нуля новую ходовую для этой кабины. В итоге мужчина буквально по крупицам собирал это транспортное средство. Деталь за деталью Артем кропотливо создавал корпус, прикручивал сидения и колеса. Времени ушло много, потребовался год, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Теперь на своем электровеломобиле Артем активно ездит по городу, а точнее по велодорожкам и тротуарам. Принцип работы механизма несложный. В передней части находится руль с тормозами, чуть ниже мотор мощностью 250 ватт и педали, на которых стоят датчики вращения. Максимальная скорость, которую развивает этот трехколесный транспорт – 25 км в час. Удобно передвигаться, там нехорошая велоинфраструктура. Где велоинфраструктура плохая, там, конечно, приходится спешиваться и переводить его в руках. К счастью, катится он очень легко. Потом я еще для наших дорог тут решил сделать длинноходную заднюю подвеску. Подвеска тут имеет ход 200 мм. Обычно, когда едешь по колее, выбираешь дорогу двум передним колесам, колесам. А задний идет по всем ямам. И чтобы мягко и комфортно было ехать, и чтобы колесо выдерживало так, как оно сзади стоит одно. Вот для этого и сделана длинноходная подвеска. Чем больше ход, тем подвеска мягче. У электровеломобиля масса плюсов. Учиться ездить на нем не надо от слова совсем. Можно кататься вдвоем или втроем, а еще высокая безопасность при движении и защите от непогоды. Список можно перечислять очень долго. Как заверил нас Артем, на этом агрегате можно ездить круглый год. Ведь даже зимой, когда крутишь педали, не холодно. Да и ощущение от прогулки на этом интересном средстве передвижения особое. Ощущение, когда ты едешь на электромоторе, совершенно отличается, чем когда ты едешь на двигателе внутреннего сгорания. В лучшую сторону, потому что какая-то сила тебя тащит, никакого шума нет, ничего. А крутящий момент у электромотора гораздо выше, чем у ДВС. Да, технические характеристики этого транспортного средства мы разобрали. А вот о человеке, который стоит за созданием этой конструкции, говорили мало. Исправляемся. С 2015 года Артем Катаев увлекается созданием техники на электромоторах. В его арсенале уже есть электровелосипед, электробайк и ретробайк. Сделано немало, но вряд ли все это получилось бы не быть поддержки семьи. Народная мудрость гласит, за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. И в случае Артема его опоры была, есть и будет его жена Надежда. Включение, ну в основном поддерживаю. Потому что приятно, когда у него что-то получается, и он потом радуется, настроение хорошее. Когда у него идет, как это, его задумка, процесс воплощения его задумки, то он практически каждый день в гараже, с работы в гараж. Мне главное, что у него получилось, и он доволен. А я... ему хорошо, и мне хорошо. Поддержка семьи для Артема Катаева – двигатель его прогресса. Ведь намного приятнее наслаждаться результатом проделанной работы и строить планы на новые изобретения вместе. Антон Чехов и Альберт Эйнштейн, Джон Леннон и Фредди Меркьюри, Герман Титов, королева Елизавета II и Николя Саркози. Знаете, что объединяет всех этих людей? Все они – филателисты. Люди, которые в свое время были поглощены коллекционированием марок. Как область коллекционирования, филателия возникла в 1840-е годы после введения в обращение почтовых марок, а спустя время стала самым массовым и самым распространенным видом коллекционирования в мире, и, что важно, полезным и активным занятиям, помогающим расширить свой кругозор. Есть, конечно, огромное множество увлеченных этим делом людей и в нашей стране. Все они состоят в Белорусском союзе филателистов, и каждый из них имеет свою собственную интересную историю. В нашем следующем сюжете мы расскажем об одном из них – «Человеке-коллекционере до мозга костей» – брещанине Николай Никончуке. Наш город обладает действительно талантливыми коллекционерами, которым есть что рассказать и показать. Подтверждением этому является международная филателистическая выставка «Брест-2021», состоявшаяся в нашем городе 18 июня. Это яркое и поистине торжественное событие, в котором принимали участие лучшие из лучших белорусских филателистов и гости-участники из 11 стран мира. Ими было представлено 90 коллекций – традиционной филателии, истории почты, тематические документальные коллекции, филателлистическая литература и максимофилия. Брестское областное общество союза филателистов Беларуси. Оно включает в себя около 40 членов взрослых и около 10 детей, которые потенциальные члены нашего общества. К сожалению, состав нашего общества возрастной и средний возраст наших филателлистов превышает 60 лет. Но это все очень умные и искушенные люди. Они начали собирать марки еще 30-40 лет назад. У них интересные, потрясающие коллекции, с которыми они выступают на международных и республиканских выставках, получают заслуженные награды и даже победители и гран-при получают. На недавней выставке, которая проходит, заканчивает сейчас в Витебске, это 10-я национальная филателлистическая выставка, один из наших филателлистов получил гран-при, и 5-6 человек получили золотые медали. Без почтовой связи не было бы марок, а значит не было бы целой культуры филателлии. Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, а вот первые марки появились только в 1840 году в Англии. Связь филателлистов и почты, она очень тесная, они всегда переплетались. И с первых дней вообще марка была придумана как оплата за пересылку, за пересылку до определенного расстояния и дальше. Вот, затем она все больше развивалась, развивалась. Выпуск марок был приурочен к разным датам, к разным событиям. Белорусский союз филателлистов – это шкатулка сокровищ, где каждый отдельный человек ценен и уникален по-своему. Один из них – брещанин Николай Никончук, любитель филателлист, воин-ракетчик, подполковник в отставке, бывший заместитель председателя Брестского областного совета ветеранов. Человек с интересной жизненной историей и большим любопытством ко всему, что его окружает. Его любовь к филателлии началась в глубоком детстве. У меня родители после войны встретились, поженились и жили за Мурманском, на границе с Норвегией. Отец служил 10 лет, он там прослужил. А я часто жил, меня отправляли в деревню, под Велиш, там где я родился, на лето. И там была тетя моя, и вот она очень была такая, у нее всегда открытки. Делать было нечего в деревне. Это конец 40-х годов, а точнее середина 50-х. Я все время эти открытки листал, листал, вот, перекладывал и все. Там ни радио, ни телевизора, ничего не было. И света еще не было в те времена. Вы представляете, да? Радость была только пойти на речку и скупаться. Вот такое мое было детство. А я вот эти открыточки все собирал, собирал, собирал. И потом мне говорили, ты обязательно только их возьми, вот такая пачка, и скрути их резиночкой, чтобы они на самом месте были. Не разбрасывали, к порядку приучали меня. Вот поэтому, и вот оттуда потом, где-то потом я увидел, у товарищей кто-то собирал где-то. И вот где-то со второго, с третьего класса я начал потихонечку собирать. Он филателист до мозга костей. Совершенно разносторонняя личность, интересующаяся абсолютно разными вещами. Его коллекций огромное множество, и все они не похожи на предыдущие. В разные периоды жизни его захватывали темы спорта, космоса, живописи, истории разных стран, военной истории. Начал он с хронологии марок царской России и Советского Союза. Позже для него наступил период тематических коллекций, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летию комсомола и Советской армии. Были и другие. Как человек, чья история коллекционирования началась много десятков лет назад, Николай Николаевич старается идти в ногу с технологичным временем. При этом ощущая всю разницу временных эпох, их плюсы и минусы. С этим временем появились новые инструменты, как интернет. Я им пользуюсь с удовольствием. Это великолепная вещь. Но это все виртуально. Сейчас многие переходят. Дочка мне прислала с Германии, папа, говорит, надоело уже говорить по скайпу, давай. И прислала открытку. И она так красивенькая. Я ее раз и положил, открыточка германская, живые слова. Оно сохраняется. А с электроникой, ну, сами понимаете, сегодня она есть. Где-то что-то, чего-то она жух и все исчезло. А еще его интерес не заканчивается на коллекционировании. Ему так много есть, что сказать. И воплощает он это в своих книгах. Пишет о жизни, о родителях, о детстве, о ракетных войсках. Как говорит он сам, скучать не приходится. В общем, я и пишу. Думаю, со временем, может, хоть они почитают то, что я пишу, свои размышления. А так это надо, обязательно надо отдавать. Что-то оставлять после себя. Не то, что там, как у нас говорилось, дом построил, сына сделал и дерево посадил. Три вещи мужчина должен. Вот, это мало, это просто примитив. Вот, надо что-то оставлять, обязательно, обязательно. Человеческая память несовершенна. Памятник может исчезнуть, события затеряться в календаре. Но если что-то было запечатлено на марке, скорее всего, сохранится. Марки не подвластны забвению, они во всех уголках мира. Они будут храниться в уютных альбомах истинных филателистов века. И напоминать им и их близким о жизни, прожитой интересно и не зря. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин